В закрытом онлайн клубе Муай Тай Си Кей ты найдешь очень интересные и полезные онлайн встречи, закрытые видео уроки, а также 50 готовых пошагово расписанных тренировок. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! С тобой проект Муай Тай Си Кей и я в ваших комментариях. Сегодня я хочу тебе показать возможную заминку в конце тренировки, которую я делаю практически после каждой своей тренировки. Она развивает ударную выносливость на мешочках и так как бы очень хорошо акцентирует в конце тренировки на фоне усталости уже. Мы будем работать в миддл-кике. Первый раунд 10 правой, 10 левой. Второй раунд колени и третий раунд произвольно руки. Твоя задача работать без остановочки в высоком темпе. То есть как ты начал с первой секунды бомбить, так ты все 3 минуты работаешь без остановки. Ногами в миддл-кике у тебя будет получаться 240-250 ударов. Колени около 200 ударов. И руки уже как пойдет, зависит от темпа. Если чувствуешь силы в себе, руками можно акцентироваться на каждый третий-четвертый удар. И таким образом ты работаешь 3 минуты, минута отдыха и дальше 3 минуты 3 раунда. Ну такая хорошая интенсивная тренировочка. Вернее уже даже заминочка после основной тренировки. Подписывайся на канал, ставь лайк и забирай бесплатные видеокурсы по тайскому боксу по самообороне на улице. А также обязательно подписывайся на мои соцсети, инстаграм, фейсбук. Все ссылки в описании под видео. Настойчивости тренировок. Итак, мы начинаем первый раунд работы. Это миддл-кики. То есть твоя задача постоянно, без остановочек, в одном темпе выбрасывать 10 миддл-киков правой ногой, 10 левой. Здесь не нужна сила. Сейчас не нужна бешеная какая-то такая работа, как любят делать ребята, особенно новички. Сразу взорваться, там первые 20 секунд молотить кучу ударов, а потом до конца раунда стоять и задыхаться. Здесь не эта работа. Это не взрывная работа. Это работа на монотонную выносливость. То есть задача твоя просто от тренировки к тренировке вот именно этот темп чуть-чуть повышать. То есть ты взял хороший темп. Он как бы должен быть высокий, но не максимальный. И в этом темпе ты работаешь весь раунд от первой до последней секунды в одном высоком темпе. Таким образом, этот темп постепенно у тебя будет повышаться по чуть-чуть. То есть он будет становиться выше, выше, выше. И, соответственно, количество ударов будет больше и больше. Конечно, эта работа не совсем для новичков, скажем так. Новичку не хватит ни физических кондиций, ни дыхания отработать весь раунд. Но если ты начинающий боец, ты можешь просто уменьшить время самого раунда. То есть работать, например, не 3 минуты, а начать с 1 минуты. Потом дойти до 2 минуты. И так со временем дойти до 3 минут такой работы. Еще раз повторю, здесь не нужен взрыв бешеный, не нужна сила, не надо вкладываться в каждый удар. Эта работа идет как бы на касание, но все равно ты по мешку делаешь удар, ты чувствуешь этот удар, но при этом держишь темп. Темп у тебя будет получаться за счет того, что ты не делаешь пауз и сразу, как только опускается нога, ты с носочка сразу бьешь. То есть практически весь раунд ты стоишь на носках обоих ног. Потому что бьющая нога возвращается на носок и с носка бьет, а опорная нога все время при каждом ударе приподнимается на носочек и немножко проворачивается на подушечку. Для того, чтобы ты вкручивался практически в каждый удар. Конечно, здесь нету такого доворота, как в один скиловой удар. То есть технически такая работа немножко другая, но темп и принцип он такой же. Медлкики такие очень хорошо работают на падах, на макиварах, когда падмен держит пады и можно это делать в движении. К мешочкам ты работаешь на месте, а в движении ты можешь делать падшат. Вот каждый удар. В общем, такая работа очень-очень она такая полезная. Очень интересная, но довольно тяжелая. Итак, 3 минутки я отработал. За 3 минутки получилось 258 ударов. Это не какой-то такой грандиозный показатель. Поэтому это обычный хороший такой средний показатель. Профессиональные бойцы, я думаю, имеют больше 300 ударов в мешочках и до пиков. И второй раунд. Приступаем к работе. Сейчас мы работаем в коленях. Точно так же. Без бешеных взрывов. Без каких-то рывков и суеты. Одна типная, монотонная, постоянная работа в высоком темпе. Без паузы. Ты должен работать без паузы. При этом на колене ты делаешь оттяжку. Вот каждый удар. Ты сейчас будешь работать одно левое, одно правое. То есть по очкам. Эту работу можно чуть-чуть разнообразить. Как видите, я это делаю. Я чередую прямые удары коленями. То есть прямые снизу вверх просто. Вниз мешка. Немножко перчатками. У меня мешок прямой, поэтому перчатками немножко я от себя его отдавлю. И делаю угол небольшой. И туда работаю снизу вверх коленей. И эти же удары я чередую круговыми, боковыми ударами. Как сейчас. То есть набрасываю сбоку. Удар делается внутренней частью колена. Он очень-очень такой распространенный. И мы, скажем так, убиваем сразу двух зайцев. Мы учимся работать и в темповом режиме набрасывая удары. И при этом чуть-чуть для себя учимся разбавлять эти удары. То есть сбить и прямые колени, и боковые колени нарабатывать. Так же само в темпе. Не просто там захватил голову и обстреливаю шкор. А когда идет такая вязкая работа в плече, круговые удары идут на ребра. Это удары набрасываются сбоку на короткой плотной дистанции. И работа точно такая же. Работа коленями немного легче, конечно, чем миддлкиками. Потому что здесь нету такого, скажем, темпа и постоянного выброса. И колени ты чередуешь. Раз правая, раз левая. И поэтому успевают немного отдохнуть. Но темп все равно стараться держать высокий. То есть максимально высокий. Старайся при каждой своей работе, таких наработок, делать, как бы считать свой удар. И записывать им где-то. Для того, чтобы ты от тренировки к тренировке понимал, есть у тебя рост, нет у роста. И ты стремился повышать удары. Когда ты знаешь свое количество ударов, ты на следующей тренировке стараешься его повысить. Для этого тебе приходится просто поднимать темп. И ты уже по себе чувствуешь. Я записывал это видео вам в конце своей тренировки. Основной в пять. Что, конечно, довольно красивовато было. Но работа, как бы она такая. Ничего в ней сверхъестественного, опять-таки, повторюсь, нет. Я не претендую на роль какого-то супер бойца. Все бойцы это делают, особенно в Таиланде. Это вообще идет не как заминка, само собой разумеющаяся. Просто набрасывать удары. Итак, за раунд получилось 238 ударов. Снова минутка отдыха. И приступаем к последнему раунду работы. Это работа по мешочку руками произвольно. Это немножко другая работа, чем ногами. Здесь мы просто набрасываем поочередно точно так же. Правая-левая рука для того, чтобы не сбивать темп. Для того, чтобы не привлечать себя к этому. Правая-левая рука постепенно. Я начинаю сразу с акцентированных ударов. И делаю каждый там четвертый, каждый пятый, седьмой. Неважно. Я по себе просто это чувствую. Работаю там. Пошло-пошло. И всадил какой-то удар. Ты можешь делать там каждый. Начать с каждого десятого, например, акцентированного удара. То есть ты набрасываешь. Та-та-та-та-тан. Девять легко. И потом, б-м, жесткий, один силовой удар. И, соответственно, потом количество этих ударов немножко сокращать. То есть переходить там на каждый седьмой, потом каждый пятый, каждый третий. Чем больше акцентированных ударов, тем работать тяжелее. Потому что в каждый акцентированный удар ты вкладываешь довольно большую дозу силы. Довольно большую дозу выносливости. Поэтому, если ты начинаешь такую работу или хочешь ее попробовать, начни просто работать. Без акцента. Просто попробуй набросать их удары. Без остановочки эти удары бросать. Еще один момент. При такой работе самые тяжелые удары, это, конечно, прямые. Это ты стоишь и бросаешь туда прямые удары. Они очень захлуждают плечи. Поэтому часто ребята просто подходят в порт-мешочку и делают что-то такое наподобие апперкотов. Но это все делается для того, чтобы просто отдохнуть, скажем так. Но и потом сказать, что я вот отработаю. Конечно, ты можешь периодически бросать апперкоты боковые, набрасывать сериями по 10-20 ударов для того, чтобы немножко подотдохнуть. Но все равно старайся работать разнообразно и от прямых ударов не уходить. Бросать почаще прямые. Почувствовал, что плечи уже все налились отказом. Впереди на апперкоты, да, немножко отдых. И опять вставляю работу. Пошла у меня уже такая хорошая акцентированная работа. Туда стараюсь акцентироваться боковыми голову, апперкотами в корпус, по печени акценты. В общем, максимально приближать свою работу на мешочке к боевой ситуации. Где-то для себя это все представлять, визуализировать. Так же работать. Очень такая тоже непростая работа. И точно так же здесь все зависит от темпа. Не надо сразу молодить. Надо стараться держать высокий темп. И постепенно этот темп увеличивать. Дойти до такого темпа, чтобы ты работал как первые 20. Работай, тренируйся, занимайся. У меня получилось 309 ударов. Сделай больше. Сделай больше. Перестань сбрас лежи. У меня получилось 100 ударов.